Оказание первой помощи Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня в нашей студии Раймонд Чернуха, исполняющий обязанности главного врача Самарской областной станции скорой помощи и Артем Кондыба, главный фельдшер Самарской областной станции скорой помощи, а также главный внештатный специалист по сестринскому делу при организации скорой и специализированной медицинской помощи Минздрава Самарской области. Здравствуйте. Мы собрались сегодня не просто так, а для того, чтобы, наверное, мы вас смогли поздравить с вашим профессиональным праздником, который будете отмечать завтра, День работника скорой помощи. И, насколько я понимаю, появлению вот этого праздника мы обязаны пандемии, произошедшей не так давно. И вдруг выяснилось, что, оказывается, скорая помощь всегда у нас на переднем крае. Действительно. В пандемию министр захоронения Российской Федерации Мурашко сказал, что нужно вводить такой праздник. Этот праздник был введен официально 28 апреля. И все жители планеты, я не побоюсь этого слова, поняли, что делают сотрудники скорой медицинской помощи. В России это пограничники, я бы сказал, которые своим трудом просто спасали жизни людей, которые доставляли в ковидные стационары довозили этих людей, которые нуждались в медицинской помощи. Я считаю, что наконец-таки этот подвиг был вознагражден. Да, и мы его еще, конечно же, не забыли, не так много времени прошло. Скажите, а вот сегодняшние ваши графики так же похожи на боевые, как в пандемии, или все-таки? Вообще значимость этого праздника значит у нас очень и очень велика, и мы как медицинские работники благодарны ведению этого праздника на такой государственный официальный уровень. Сейчас обстановка, конечно, стабилизировалась, стала лучше, и много моментов отработанных сейчас в нашей работе, и значимость вот той работы, которая была проделана в пандемию, на каждом из нас оставила определенный отпечаток, мы теперь думаем, что нас видят, нас все значит структуры и жители, и значит все начинают отмечать нашу значимость, и наш праздник в том числе этому способствуют люди, которые мы приезжаем, поздравляют нас, уже знают, что праздник. У вас же завтра не выходной. Нет, у нас выходных не бывает, ни выходных, ни праздничных дней, вот, поздравляют нас с праздником, раньше, конечно, такого не было, никто не знал, что день работника скорой помощи 28 апреля. Сейчас ситуация изменилась, люди поздравляют, благодарят нас за наш труд, вот, и, конечно, это очень приятно, получать такие поздравления, хорошо, что люди это все знают. Все мы с детства знаем телефон 03, но сейчас же это не так? Почему? У нас телефон 03 остался, единственное, что у нас видоизменилось, это, если мы будем звонить из сотовых телефонов, это надо позвонить просто 103, либо 112, это, тогда жители будут попадать в единый центр службы 112, но они с нами связаны непосредственно и карточка, которая будет заведена, карточка пациента заведена на службе 112, она в течение там 0,00 секунд попадает к нам на компьютер, где диспетчер направления видит, что есть такой вызов, если требуется дополнительная информация, с вызывающим связывается по номеру телефона, который указан в карточке, дополняется, но в этот момент уже бригада скорой помощи спешит к этому человеку на помощь, потому что это делается параллельно. Смотрите, мы уже все равно все живем давно одной ногой, а может быть даже почти двумя в цифровом пространстве, а сейчас очень распространенное слово онлайн, можно ли вызвать онлайн скорую помощь? Такое планируется, но пока нет. Мы пока работаем через телефоны, но я думаю, что наверное, лет через 10 все-таки можно будет это сделать, потому что цифровизация шагает семимильными шагами, и мы это видим в нашей работе. Скорая помощь одна из первых пришла на электронные карты. Мы сейчас ведем все в электронном виде. Это облегчило вашу работу? Однозначно, я думаю, что все направления цифровизации, которые были взяты и которые реализуемы на всех скорых помощи, которые у нас работают, это облегчило работу, это ускорило оперативность и повысило значимость вот этих структур, технологий, которые нам помогают в работе. Это обработку вызова ускорило, то есть в цифровом режиме заполнения электронной карты были определенные сложности при пользовании электронной картой, были определенные трудности в заполнении электронной карты, но проблемы решались и все стало сейчас гораздо легче и гораздо проще, также там производится и специальные лекарственные препараты. Когда вы говорите стало гораздо легче и гораздо проще, я вот как-то не склонна вам поверить, потому что работа сотрудника скорой помощи это наверное никак не можно назвать, невозможно назвать легким участком. У нас были моменты, коллеги знают, что у нас не во всех участках нашего вызова может быть доступное освещение для оформления документации в письменном виде. Планшет всегда имеет подсветку, имеет условия для того, чтобы внести все необходимые графы по данному медицинскому событию. А где вы там в темноте обеспечиваете помощь? Планшет же он подсвечивается. Нет, где нет возможности? Есть, на тех же планшетах фонарики есть, можно воспользоваться. Я имею в виду, где вы в темноте работаете? Нет, ну разные бывают, есть квартиры не совсем, значит, с хорошим освещением. Есть подвальные, некоторые помещения подсобные, есть, значит, участки, улицы, где нету должного освещения, к примеру. Участки, трассы, дорог, где оказывается помощь больным пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Ну, всякие ситуации бывают и случаи. Вот здесь вносить в электронном формате все данные гораздо удобнее, чем писать это на бумаге, писать это на карте. Вот, поэтому стало гораздо проще. Я бы хотел еще вот отметить, что в электронной карте отображены все графы, которые нужно заполнить. Так называемый чек-лист. То есть перейти к чему-то другому невозможно, пока ты не заполнил какую-то часть. Соответственно, ты не сможешь карточку закрыть, пока ты все графы не опишешь и не поставишь галочку, что ты здесь все написал. Это позволяет нам контролировать в том числе и качество оказания медицинской помощи. Также вот в поддержку могу сказать, что на планшет можно наговаривать, и он будет вписывать. Это тоже облегчает. Кто-то, если этим овладел и пользуется, это очень легко, чем сидеть и писать. Согласитесь, когда у всех у нас почерки разные, а у медиков так они вообще очень интересные. Специализированные. Специализированные, да. Там нужно вызывать бригаду криптографов, чтобы разобрать какие-то даже потом свои же записи иногда бывает такое, трудно разобрать, что ты там пишешь, особенно, когда это происходит в экстренном режиме, и ты быстро что-то пишешь и свои мысли излагаешь, не всегда понимаешь, что там написано. И потом анализировать, что ты написал, а тем более анализировать, что написал твой коллега, бывает очень тяжело. А тут напечатано, читай, вникай, анализируй. Ну вот смотрите, планшеты у вас появились, чуть-чуть жизнь стала полегче, а вообще в целом, вот ведь если взять историю скорой помощи, на чем только врачи не добирались, в войну, например, кроме трамваев, все остальное было мобилизовано на фронт, и доктора ездили на трамваях больным. Сегодня, я думаю, что на Крайнем Севере пользуются и снегоходами, и иногда, наверное, где-то даже и упряжками. Давайте, что касаемо вот Самарской скорой помощи, какой вообще прогресс произошел у вас за последние годы, вот помимо появления планшетов? Если мы будем говорить про техническое оснащение, то все автомобили в течение последних, наверное, пяти лет при поддержке губернатора нашего, Дмитрия Гачазарова, автопарк меняется колоссальным образом, в лучшую сторону, наши автомобили, они процентов, наверное, на 95, вот я даже вот так скажу, они все не старше пяти лет. Они все не старше пяти лет. То есть, это тот срок износа автомобиля, который установлен законом. То есть, мы прекрасно понимаем, что за эти годы была сделана огромная работа, в том числе и правительством, и министерством здравоохранения, наш парк, он практически новый. И эта тенденция продолжается. Тенденция продолжается. Из самых последних трендов, это, конечно же, та самая цифровизация, это объединение скорой медицинской помощи, объединение в единый диспетчерский центр, куда все вызовы с области должны поступать. На данный момент, в прошлом году, мы объединили 19 отделений центральных районных больниц к четырем большим станциям скорой медицинской помощи. И это дало, не поверите, колоссальный прогресс. Мы можем, мы видим все машины, они все оборудованы системами ГЛОНАСС, они все заведены в нашу программу ГИД-платформу, и когда диспетчер кого-то куда-то направляет, он видит, где находится машина, они видят статус бригады, на госпитализации они, едут они к пациенту, едут они от пациента, едут ли они на заправку, кушают ли они, на ремонт они встали. Мы это все видим, это все отслеживается. И когда произошло присоединение территорий к объединенным центрам, к единым диспетчерским центрам, конечно, мы стали отслеживать, как работают наши операторы. Мы видим статистику, мы должны в течение 10 секунд успеть взять трубку, это один показатель, мы должны в течение 120 секунд успеть опросить пациента и уже направить бригаду. мы стараемся, мы отрабатываем эти вопросы. Соответственно, у нас есть наш норматив экстренные вызовы 20 минут, неотложные вызовы на данный момент не регламентированы, но профильная комиссия по скорой медицинской помощи здравоохранения Российской Федерации с 26 года будет вводить такой норматив, как два часа на неотложные вызовы. Поэтому мы уже сейчас готовимся к тому, что мы стараемся уложиться в два часа неотложные. В то время еще больше уплотнится. Да, это дисциплинирует. Мы все видим, мы работаем, дисциплинируем в первую очередь сами себя и дисциплинируем сотрудников. Но хотелось бы еще, конечно, чтобы были дисциплинированы и наши пациенты. А вот об этом я как раз хотела сейчас спросить. Артем, знаю, что вы выезжаете в составе бригады, что у вас в принципе большой опыт. Скажите, раз у нас сейчас такой за экраном зритель сидит, ну, в общем, как бы диалог почти, что нужно нам, ждущим сотрудников скорой помощи, ну, чаще всего родственникам, наверное, тем, кто вызвали бригаду. Что нужно нам понимать и делать для того, чтобы вот все проходило более эффективно и на пользу больного? Вообще сейчас, какие проблемы есть? Сейчас, значит, как мне кажется, стало вот в взаимодействии с пациентами проблем не так много. Есть сложности во взаимоотношении. Значит, мы выезжаем на вызовы разные, естественно, мы общаемся с различными социальными группами, начиная от разных, значит, категорий граждан, личностей, и, соответственно, наши пациенты, да, не больные, а именно пациенты, которым нужна и необходима наша помощь, должны понимать, что мы всегда хотим помочь. У нас нет никаких целей навредить этому человеку, мы едем на помощь днем, ночью, в плохую, хорошую погоду, где бы он ни находился, мы хотим ему помочь. И точно так же те случаи, когда вызывают родственники, значит, своим близким людям скорую помощь, они заботятся о своем близком человеке, приезжаем мы, значит, получается ситуация, когда они начинают между собой конфликтовать, зачем ты мне вызвал скорую помощь, здесь, значит, не нужно не принимать ничью сторону, мы все понимаем, что пациенту необходима помощь, его надо сначала хотя бы осмотреть, смотреть, нуждается он, не нуждается в помощи, в любом случае провести осмотр, вот, и я думаю, что даже тому человеку, который не нужна какая-то срочная помощь, да, мы можем своим разговором, своим общением выявить какие-то сложности, проблемы, они же могут быть не только соматического характера, они могут быть и психологического характера. фельдшер скорой помощи это многогранный специалист, который может выявить разные проблемы человека, поэтому важность вот этого общения с пациентом, именно фельдшер скорой помощи на том этапе, на котором он находится, вот, важно построить, расположить к себе пациента и понять вообще, для чего ему нужно в этот момент, в эту секунду, я ему нужен как специалист. Продолжая выезжать в составе бригады скорой помощи, могу сказать пациентам, что сейчас особой нужды в документировании, да, вот раньше приезжаешь, там уже лежат документы, вот, учитывая наши, значит, наши планшеты, наши, значит, информационные технологии, есть база ТФОМС, которую мы можем найти, идентифицировать этого пациента, не прибегая к его документам, да, нам достаточно хотя бы одного документа или вообще правильно названных, значит, фамилиями отчества, да, хотя бы даты рождения, и это очень помогает идентифицировать пациента, и сразу заполняются его данные, не нужно там выжидать появления вот этих вот документов, да, сначала у нас есть пациент, мы работаем на пациента, а уже потом оформляем соответствующую документацию, главное, чтобы было определенное согласие этого пациента или родственника, опекуна, который нам позволит продолжать осматривать пациента. Экстренный случай я, значит, не беру в осмотрение, я беру вот те случаи, когда пациент сам может дать согласие или не дать согласие на осмотр или оказанную помощь. Какими еще действиями мы мешаем в вашей работе? Сказать, что мешаем, наверное, не совсем правильно, здесь вопрос стоит о том, насколько вы готовы нам помочь, вам помочь. Я думаю, что готовы-то все, просто каждый по-своему уже понимает, и немного не слышат нас в некоторых моментах, когда мы пытаемся донести до человека, что цель нашего пребывания здесь это оказание помощи, и мы не решаем различных проблем с полицией, никого мы никуда не сдаем на принудительное лечение, ни на кого мы не составляем никаких актов о правонарушениях, мы, значит, не выдаем больничных листов, вот, значит, не лечим животных, не ремонтируем технику медицинскую, которая сломалась, я протонометр, глюкометр, а животных-то почему? Ну, бывают такие ситуации, когда вызывают себе, а по факту там оказывается больное животное, которое, если не выздоровеет здесь и сейчас, вот, вот, мне будет хуже, вот, понимаете, поэтому я говорю, что мешать, может, могут, конечно, мешать пациенты, родственники, и по большому счету они мешают только потому, что они очень сильно беспокоят за своих близких, очень сильно переживают и вот вносят вот эту ненужную суету в нашу работу. Лучше молчать, отвечать на вопросы. Да, лучше молчать, отвечать на вопросы и лучше прислушиваться к тому, что тебе говорят. Вот, естественно, я считаю, что в нашей работе тоже есть такие люди, у нас мы люди все абсолютно разные, чисто психологически, и наши взаимоотношения, наш даже разговор иногда пациентов отталкивает, им кажется, что мы разговариваем грубо, на повышенных тонах. А так не бывает? Есть люди, которые просто так разговаривают по жизни, им достаточно сложно перестроиться к каким-то конкретным людям, я говорю, здесь надо ловить вот эту вот ситуацию, ловить вот эту вот, значит, вот эту обстановку, чувствовать ее, чувствовать настроение пациентов и его родственников, и выстроить, значит, отношения так, чтобы ты добился своей цели, а пациент остался в той ситуации, в которой бы он или хотел остаться, или же последовал нашим советам. Раймон Савелович, я думаю, хотя мы об этом говорим почти в каждой программе, все равно нет окончательного понимания, как формируются бригады, и вот Артем сказал, что приезжает фельдшер, это всегда фельдшер, когда врач, вот каким образом происходит это формирование, и в чем отличие, да, что делает фельдшер? Да, смотрите, ну, все упирается в кадры, как обычно, конечно, у нас основной костяк это средний персонал, это фельдшера, конечно, у нас есть врачи, и и когда диспетчер принимает вызов, и когда этот вызов переходит в категорию экстренных, если мы видим, что у нас есть рядом ближайшая врачебная бригада, то туда будет отправляться ближайшая врачебная бригада. Если мы видим вызов экстренный с, скажем так, с нарушением жизненно важных функций, то туда должна отправляться реанимационная бригада, то есть врачом, анестезиологом, реаниматологом, и если нету такой возможности, то туда отправляется любая бригада, абсолютно любая, потому что у нас даже фельдшера, у нас вообще в принципе все, даже водители на скорой медицинской помощи должны уметь оказывать сердечно-легочную реанимацию, просто должны уметь это делать. Поэтому если что-то касается жизни или смерти, вот пограничного состояния, туда отправляется любая свободная бригада, а уже к этой бригаде начинают посылать, снимать с вызова с неотложного, либо пытаться передать, например, врач на вызове, да, он сложный, но его можно, например, уже передать фельдшерской бригаде, отсылается туда фельдшерская бригада на этот адрес, а врачебная бригада снимается и отправляется на это пограничное состояние. Это такая многогранная работа, которой вот и единотипический центр должен этим и заниматься. Там находятся опытные врачи, старшие врачи, которые начинают вникать в конкретный вот этот вызов, который очень напряженный, экстренный, который требует безотлагательных принятий решений. Вот. Я бы еще хотел добавить по поводу самого вызова. Когда родственники делают вызов, хотел бы попросить, чтобы они действительно четко отвечали на вопросы, потому что эти вопросы мы учим диспетчеров, чтобы они задавали конкретные вопросы. В зависимости от того, как на том конце телефонной трубки скажут, так диспетчер и запишет. И, знаете, иногда одного слова хватает, чтобы вызов из неотложного превратился в экстренный вызов, и мы туда поехали. Бывают ситуации, когда родственник позвонил, сказал, что такое-то, такое-то состояние, мы выставили вызов неотложный, мы понимаем, что у нас есть какой-то лимит времени, в течение которого мы сначала обслуживаем экстренные, потом едем на неотложный вызов. И если родственник видит, что состояние его близкого начинает ухудшаться, он должен сделать вызов и сказать «ребята, у меня близкому человеку стало хуже». Только вот эта одна фраза переводит вызов из неотложного в экстренный. Но опять же, нужно понимать, если вы это будете прибегать... Надеюсь, что вас сейчас правильно услышат. Если это будет обман, значит, кто-то где-то действительно не получит экстренную помощь вовремя. Поэтому я очень призываю, чтобы дополнение было всегда объективным, что стало хуже. Существует ли у врачей скорой помощи ответственность за ошибку? У фельдшеров тоже. Ошибка у нас очень велика. И вот не так давно мы проводили параллели с саперами. И вы знаете, у них нет права на ошибку, у нас нет права на ошибку. Мы все должны понимать. Я вот преподаю в колледже и настраиваю значит, наше молодое подрастающее поколение на то, что тот уровень ответственности, к которому они идут полномерно все время обучения, потому что учатся они все вот четыре года учатся на фельдшера, и все это время, весь этот период обучения, они с каждым годом должны все больше и больше осознавать уровень ответственности, к которому они придут, когда получат диплом, когда они станут сертифицированными, аккредитованными специалистами, со всеми наборами документов. И, естественно, мы все работаем в юридическом поле, должны понимать, для кого мы пишем документацию, как мы все оформляем, для чего нам необходимо понимать, что за нами не просто жизни пациентов, за нами стоят другие люди, которые будут проверять нашу работу. Естественно, мы должны это все понимать и прав на ошибку. И, говоря об ошибках, вообще могу сказать, что ошибки все разные бывают. Вот, если ошибки привели к тяжелым последствиям жизни, то ответственность естественно существует. И, опять же, моменты внутренние, да, ты должен понимать, что ты навредил человеку, да, ты как будешь дальше продолжать свой трудовой путь, свою деятельность, надо настраиваться на то, чтобы ответственность была сначала внутри тебя, потом уже будет, если ты внутри перед собой несешь определенную ответственность, по-другим будет проще. Будет проще твоим коллегам, твоим, значит, наставникам, понимать, что выпускаем, значит, в свет специалиста, который несет наши идеи и в котором есть уровень ответственности, который он не будет переступать, не переходить границ, будет следовать, значит, человеческим, значит, ценностям и человеческой жизни. Что у вас с кадрами, наверное, мало желающих работать на скорой? На самом деле работа на скорой, это всегда на всю жизнь. Приходят, кто-то задерживается, кто-то не задерживается, вот те, кто задержались, это на всю жизнь. Понимаете, такая селекция, это ведь очень тяжелый труд. Нужно понимать, что если ты вот к предыдущему вопросу если вернемся, дашь слабину сам себе, все, повалится все. Зачем? Ну, лучше избрать другой путь в своей жизни, чем пытаться доказать что-то другое и непонятно кому. В первую очередь надо себе задать вопрос, ты готов работать на скорой помощи или нет? В первую очередь говорит Рома Самулович, я полностью с ним согласен. Есть значит моменты, когда мы студентам и вновь устроившимся сотрудникам, молодым специалистам говорим так, что все знать невозможно. Это по определению невозможно. Всегда есть к чему стремиться, чего достигать. Если человек будет всю свою сознательную жизнь, всю свою профессиональную деятельность стремиться к лучшему, это даст определенные результаты как для специалиста, как для нас, для руководителей, так и в целом для населения нашей области, нашей страны, если каждый будет для себя выбирать вот такую пирамиду, вот такое устройство у себя как специалист. Я надеюсь, что оно так и будет и вы, как преподаватель, донесете это до студентов. Благодарю вас за участие в сегодняшней программе и вместе с нашими зрителями поздравляю вас с профессиональным праздником. Пусть у вас все будет хорошо, а тогда будет все хорошо и у нас. Спасибо большое. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин